Добрый день! Это программа «Факты в лицах» в студии Виктор Зайцев и мой сегодняшний собеседник, епископ Нижнетагильский Невьянский Евгений. Добрый день, уважаемый Владыка! Здравствуйте, Виктор! Здравствуйте, дорогие телезрители! Конечно же, мы сегодня обязательно поговорим о том, что происходит в Нижнетагильской епархии сейчас, но в первую очередь, наверное, и главная тема для православных христиан сегодня, это, конечно же, раскол, который происходит сейчас в православной церкви. Тем, кто не очень, может быть, следит за ситуацией, поясните, а что вообще происходит, да, или что произошло? Ну, я поделюсь, не буду в подробностях описывать все, что происходило в течение последних 20 лет, но, тем не менее, процесс, который начался с отделением государства Украины от государства России, он продолжается по сей день. Тогдашнее отделение распад СССР – это величайшая трагедия для людей, которые жили на пространстве. Оно коснулось как просто физической жизни, кто-то оказался в другом государстве, и его жизнь, жизнь его семьи оказалась совершенно в другом русле, чем люди предполагали. И они стали оказаться изгоями, пришлось переезжать в другие страны государства, вживаться в другие народы. Вот то же самое, те же самые процессы, они перебрасываются и на духовную жизнь. Мы понимаем, что распад СССР – это был не результат внутренних каких-то проблем, это все-таки большая геополитическая игра. Эта игра продолжается, и сегодня эта игра перешла в поле России-Украина, новая Украина, попытка создать некую прогосударственную церковную структуру, которая позволила бы максимально отдалить Украину от России. То есть задача стоит именно такая. А то, что в эту игру включены Украинская Православная Церковь, Московская Патриархата, Киевская Патриархата, автономная, так называемая автокефальная православная церковь, вот эти непонятные объединения, они создавались как элементы давления на Россию и на Русскую Православную Церковь Московского Патриархата, две последние структуры. И сегодня они реализуют тот план, который им продиктовали авторы этого плана. Сначала уйти под юрисдикцию Константиновского Патриархата, потом обрубить всяческое общение с Россией, с Русской Православной Церковью. Но все-то ладно, пожалуйста, но есть некие правила, по которым можно законно урегулировать такие вопросы. А есть некое беззаконие. Произошло беззаконие? Произошло беззаконие. Произошло беззаконие, в которое вовлекли и Константинопольского Патриарха, и в котором оказались такие псевдорелигиозные деятели в Украине. Но с Константинополем до этого эпизода отношения Русской Православной Церкви были хорошими, но конструктивными? Ну, были разные периоды. В 90-е годы уже подобное происходило, когда Константинополь вторгся в Прибалтику с тем, чтобы отдавить подобным образом православие в Прибалтике, отдавить, отрезать от Украины. В общем-то это получилось. И был период, когда Русская Православная Церковь точно так же не общалась с Константинополем. Потом были принесены извинения, какие-то шаги назад, и общение было восстановлено. Сегодня вот таким образом развивается. В итоге русский патриархат разорвал отношения евхаристическое общение с Константинополем. Будем говорить просто. Что это значит? Это означает, что, давайте так по аналогии, есть государства, которые поддерживают друг с другом дипломатические отношения. То есть есть нормальный формат государственного, общественного общения между государствами. Общества общаются, руководители и различные структуры, министерства. Украина сегодня пытается обрезать, разрывает договор о дружбе, пытается разорвать даже вплоть до дипломатических отношений. Это беда, потому что люди, которые живут в Украине, не могут нормально въехать в Россию. Русские россияне не могут посетить Украину. Если мы это переводим на церковный язык, то разрыв евхаристического общения означает, что если человек, верующий, православный христианин, оказывается в стране, в которой, кстати, их не так много, этих стран, в которой относятся к юридиции Константинопольского патриарха, то не имеет возможности такой человек полноценно жить церковной жизнью. Конечно, может прийти в храм, побыть, постоять, но участвовать в таинствах исповеди, причастия, повенчаться, отпеть какого-то родственника, это затруднительно. Для этого нужно искать храм, который не разорвал общение, храм, который имеет отношение либо к московской патриархии, либо, например, к сербской, болгарской, румынской православной церкви, с которыми у нас есть общение. А насколько, на Ваш взгляд, вообще это правильно? То есть мы же понимаем, что, наверное, для верующего человека таинство, точнее, храм и Бог, это все-таки, наверное, разные вещи. Ну, конечно, это неправильно, это беда. Знаете, когда в доме, мы все живем все-таки в обществе, дом, подъезд, соседи. И нормально, когда соседи здороваются друг с другом, жмут руку, приглашают друг друга на какие-то торжества, праздники, день рождения, там, родные приехали, обращаются за помощью, если кому-то тяжело, нужна там какая-то экстренная помощь. Это нормально. Но когда соседи не общаются, не здороваются, пишут друг на друга какие-то кляузы, это ненормально. И то, что вот отношения между русской православной церковью и Константинополем дошли вот до такого состояния, это ненормально. Но, с другой стороны, это не беспричинно. И действия синода русской православной церкви, которая приняла это решение о прекращении общения, ну, это какая-то последняя попытка призвать, вразумевать, ребята, что вы делаете. Ну, а что они делают? Это, вот опять же, на языке подъезда, вот на лестничной площадке живут две семьи. И в какой-то момент открывается дверь, звонят вам в дверь, проходят и говорят, здравствуйте, а мы теперь будем у вас жить. У нас, понимаешь, это вот есть некие проблемы внутренние, мы хотим у вас жить. Ставят свой диван, ставят свою кухню и начинают жить на вашей жилплощади. Это правильно? Это законно? Нет, это неправильно, это незаконно. И так нельзя. Если это произойдет, я думаю, что мы возмутимся, скажем, мы с вами не общаемся, поставим железную дверь и не будем открывать. Вот примерно то же самое происходит в отношениях между Константинополем и остальным православным миром. Я, кстати, смотрел инфографику, РИА Новости подготовила, ну, такую аналитику вообще, как отнеслись в православном мире к действиям Константинополя. Табличка, в которой поддержал этот разрыв только Константинополь, остальные, вот те, кто поддержал, сказал, да, это правильно, нет. Остальные церкви, их 15, кто-то считает, что необходимо сесть за стол переговоров, кто-то считает, что необходимо созвать себе православный собор, кто-то осудил эти действия, но нет ни одного, кто бы сказал, что действия Константинополя, они здравы, Это здравый смысл движет им. Это, можно сказать, любовь к украинской земле. Нет. Это чистая политика, все это понимают. А нельзя было отпустить? Ну, пусть живут, как хотят. Ну, вот если к вам пришли в дом, а вы сказали, да, конечно, живите. Мы уйдем отсюда. Сейчас у зрителей, да, и у меня возникает, но они же вроде бы территория Украины. Территория Украины. Но мы должны понимать, нет идеального газа. Нет идеальной какой-то системы, если по математике говорить. Все-таки есть реальные условия. А реальные условия таковы, что если сегодня вот эти самопровозглашенные образования, я имею в виду Украинскую Православную Церковь, Киевскую Патриархату, и Автокефалию, если они получат официальный статус, это закончится кровопролитием. Они же не так, чтобы их признали, они такие счастливые. Они будут приходить в села, в городах и говорить так, освобождайте этот храм. Но то же самое, что было в Советском Союзе в 20-е годы, когда так называемая обновленческая церковь была признана государством. Они приходили в храм, они его официально забирали, захватывали. Но люди к ним не шли. И после этого храм закрывали, а потом его взрывали. Это получилось создание некой альтернативной структуры, обновленческой церкви, было синициировано, чтобы разрушить просто православие в СССР. Вот та же самая участь ожидает церковь в Украине, если она пойдет по этому пути. Мало того, что вопросы о благодатности, насколько тех людей, которые собрались под амафором Киевского Патриархата... Слушайте, ну вот можно почитать биографию 1, 2, 3, и вы уже снетесь. Вы уже снетесь. И вы не захотите пойти наисповать к такому, в кавычках, товарищу. Там ужасные судьбы, люди, которых не принимают нигде, которым стыдятся руку пожать. Вот они собрались там, и они придут и скажут, я настоятель этого храма. Пойдут ли люди? Да не пойдут. Это будет большая боль и скорбь для жителей Украины. Хорошо. Если не говорить об Украине, а говорить именно о тех святых местах, куда многие россияне, наверное, православные верующие, мечтали съездить и ездили. Но это в первую очередь Афон, все-таки мы называем, да, это место, которое входит, опять же, попадает под юрисдикцию Константинополя. Что делать, если хочется поехать и именно там причаститься к святых таинствам? Ну, сами насельники афонских монастырей об этом говорят так, что вы, то есть мы должны с уважением, со смирением отнестись к тем решениям, которые сегодня приняты, и приезжая на Афон, это не возбраняется, воздержаться от того, чтобы участвовать в таинствах, чтобы все-таки не попирать и с уважением отнестись к решениям нашей Матери Церкви. При этом менее святыми афонские места или жители горы Афон не стали. И они как жили на высоте духовной жизни, они так продолжают жить, и у них есть многому чему поучиться. И они с большой озабоченностью воспринимают то, что происходит на фонаре. Их мнение, оно отнюдь не совпадает с мнением патриарха Варфоломея. Но, тем не менее, как чадо своей церкви, они призывают к тому, что ребята, ну, поскорбите, потерпите, приезжайте, приезжайте, в таинствах не участвуйте. В Греции две православные церкви, кроме Константинопольского патриархата, есть еще Элладская православная церковь, с которой отношения не прерывались. И находясь в Греции, есть возможность бывать и молиться, и приобщаться к святых христовых тайн именно в Элладской православной церкви. Как человеку вот в этом сейчас хитросплетении разобраться, в тот ли я храм зашел, или не тот, где эту информацию вообще получать, наверное? Мы живем в информационном пространстве, и сегодня это совершенно нетрудно, посвятить 15 минут в интернете, если, например, кто-то собирается ехать в Афины, набрать афинские храмы Элладской православной церкви, или в Салонике, или в какие-то другие города, какие там есть приходы, поискать там сербские, болгарские или иные приходы. Я думаю, в этом проблемы нету. И я бы, конечно, очень хотел, чтобы, возможно, большее число жителей Нижнего Тагила, чтобы их заботил этот вопрос. Потому что чаще нас что заботят? Как приехать, в каком отеле разместиться, какие места интересны посетить. Вот такой вопрос, а в какой храм сходить? А как возможность действительно Богу помолиться? А как Богу помолиться? Можно ли причащаться? Хотелось бы, чтобы жители Нижнего Тагила, посещая такие древние красивые места, кстати, в Турции достаточно много православных приходов, в Греции, на Балканах, чтобы и этой компонентной жизни тоже были озабочены. Я думаю, что кто искренне желает приобщиться к духовным ценностям на Балканских берегах, найдут такую возможность. Отскажите последний вопрос на эту тему. Это с точки зрения церкви грех будет, если человек попал не в ту церковь по знанию или по незнанию? Ну, знаете, даже в юридическом поле есть сознательное совершенное, есть несознательное. Если человек не очень понимал, не очень знал, пришел, то ничего страшного, все нормально. Если я приду или придет священнослужитель, который понимает и скажет, да ладно, то это будет, конечно, это будет неправильно. Это будет неправильно. И чем больше человек понимает, тем более неправильный такой поступок он совершает. О Нижнетагильской епархии, наконец-то, начинаем говорить. Скажите, пожалуйста, какие структурные изменения произошли с вашим приходом в руководство Нижнетагильской епархии? Я постарался, чтобы принципиальных изменений не происходило. Когда приходит новый человек и начинает сразу все менять, считаю, что это некое неуважение к тому руководителю, который был до тебя. И поэтому для себя принял такое решение. И вот Святейший Патриарх, когда по этому поводу с ним беседовали, то он примерно так и дал совет, что ты поживи год хотя бы, не меняя принципиально ничего. Познакомься, потому что, когда приходишь, это не нравится, это не нравится, подожди, разберись, познакомься с людьми, срастись на земле с людьми, сработайся, чтобы ты увидел проблемы, которые есть и внутренние, и внешние. И после этого принимай какие-то решения. Но, тем не менее, определенные решения были приняты, они не носят какой-то радикальный характер. Например, у нас сейчас новый руководитель миссионерского отдела, направления миссионерской работы. Новый руководитель структуры, которая работает с молодежью. Это актуальное направление работы, и сюда поставлены молодые, деятельные, умные, ответственные, добрые священники. Я думаю, что это будет на пользу молодежи и на пользу того миссионерского поля, на котором мы находимся. А какое вообще хозяйство получили? В порядке ли оно было? То есть удовлетворены ли вы тем, что увидели в Нижне-Тагильской епархии? Я напомню, что Нижне-Тагильская епархия расположена на территории 15 муниципалитетов. В Нижне-Тагильской епархии на сегодняшний день 101 приход и 114 священников, священнослужителей. Я посетил две трети приходов службы, совершал почти что в половине храмов. То есть задача такая, в общем-то, познакомиться. Она еще стоит, пообщался, ну почти что со всеми батюшками. Интереснейшие люди, интересная история каждого поселка, села, города. Везде свои отношения. Мне очень нравится общаться, очень нравится входить в жизнь вот этого социума, вот этого сообщества, которое мы именуем, Нижне-Тагильская епархия. Это же не какое-то учреждение с дверью. Это не епархиальное управление, это люди. Люди замечательные. Люди — это те, это наши телезрители. Мне с ними очень интересно общаться. И с отдельно взятыми людьми, и с приходами, и со структурами. Из структур, пожалуй, ближе всего мы прикоснулись с системой здравоохранения на территории епархии. Так получилось, что сейчас буквально недавно было 85 лет первой городской больнице. Еще ряд учреждений открыли свои гостеприимные двери. Удалось познакомиться с членом общественного совета при МВД Свердловской области. Поэтому, когда оказываюсь где-то в городах, в муниципалитетах, то посещаем и структуры управления внутренних дел, изоляторы следственные. Общаемся с людьми. Много проблем, много вопросов. Но я это понимаю как некий вызов включиться и поучаствовать с тем, чтобы и люди, которые находятся в изоляторах, в больницах, кто учится в школах, чтобы мы друг другу взаимно помогали. Жизнь друг друга мы старались сделать более светлой, более счастливой. Это вот такое прям обширное понятие. А конкретно для себя на ближайший год какие вы наметили цели? Что нужно сделать? Ну, прежде всего, мне бы хотелось сделать конкретное дело и в конкретные сроки. До 7 января 2019 года построить храм на том месте, где его никогда не было. Посещая отдаленный и, как говорят, забытый Богом поселок Басяновский, общавшись с жителями и видя, насколько им нужен храм, приняли такое решение, нашли проект малобюджетного, быстрого вводимого, но очень красивого храма. И сейчас стараемся собирать средства. И как-то и сами басяновцы, и в храмах, и в епархии есть возможность поучаствовать, с тем, чтобы собрать этот небольшой бюджет. Сейчас там уже плита залита. Сейчас на заводе делают стены для этого храма, привезут сюда уже готовыми. Это конкретное дело. Что хотелось бы сделать? А так, какие задачи перед архиереем стоят? Чтобы строились храмы, чтобы в храмах, которые уже действуют, человек, который первый раз в церковь зашел, открыл дверь и зашел, чтобы он встретил в этом пространстве понимание, чтобы он увидел, что он здесь нужен, что не что-то от него нужно. Купи, заплати, пожертвуй, еще что-то. Нет. А чтобы в каждом храме была такая среда, такие люди так относились к приходящим людям. Приходят же не к бабушке, к свечнице, не к батюшке, а приходят к Богу. Вот чтобы мы не становились препятствием, прежде всего, на пути к Богу. Есть места, где, увы, далеко не так. И люди это видят, и люди об этом говорят, и скорбят, и жалуются. И я этому нахожу подтверждение. Поэтому изменить среду внутри храмов, приходов, так, чтобы она не была такой агрессивной или такой равнодушной, это одна из первоочередных задач. А как это сделать? Ну, коротко. Видите вы в этом? Конечно же, вижу, но надо общаться с людьми, работать с людьми. Вот как, смотрите, например, система государственного документа оборота. Вы помните, чего стоило получить справку БТИ, или что стоило заказать какую-то выписку из какого-то госреестра 10 лет назад? Это нужно было записываться в какие-то очереди, это нужно было с кем-то договариваться, чтобы получить документ. Сегодня создана достаточно открытая система МФЦ, в которую ты приходишь, действительно просто, понятно получаешь, и там тебе не грубят, а с тобой нормально общаются. Ну вот, люди нашли форму. Я считаю, что аналогичные или подобные подходы при работе с духовенством, они уместны. Они уместны. Сегодня грубость чиновника или его некомпетентность, она очень быстро становится состоянием общественности через социальные сети, через какие-то эти самые открытые, приемные. Но мы же тоже находимся в этом пространстве, и надо сделать так, чтобы если действительно есть проблема в приходе, в храме, то чтобы эта проблема очень быстро стала... Придавалась огласке. Чтобы она очень быстро стала, в том числе и достоянием архиерея, чтобы он мог принять определенные меры, и чтобы духовенство об этом знало, понимало, и соответствующим образом себя вели. Но, знаете, как мы говорим о негативе, но ведь очень много позитива. Прекрасные пастыри, совершенно жертвенные люди встретились мне на Нижне-Тагильской земле, с которыми хочется общаться, с которыми мне хочется встретиться. Вот сегодня поеду к одному из таких священников на приход. Последняя тема. Знаменские чтения совсем скоро пройдут в Нижнем Тагиле, в городском дворце детского и юношеского творчества. Запланировано 11 декабря в 14 часов начала. Что это будет за мероприятие? Зачем туда приходить православные? Уже 27 лет подряд в Москве проходит Международное рождественское образовательное чтение. Это общественный форум, который проходит последние 15 лет в Кремле с участием первых лиц государства. Организатор этого форума, святейший патриарх Кирилл. Это площадка, на которой обсуждается форма, как могут церковь и государство, церковь и общество свои совместные усилия прилагать таким образом, чтобы в школе, в детском саду, в больнице, поликлинике, в вузе, чтобы людям было находиться и приятно, и полезно. Полезно не только для профессионального роста, но и для того, чтобы люди не стали духовными уродами или какими-то маргиналами. На сегодняшний день результаты работы этого форума выразились в очень многих законах, которые изменились за эти годы в нашей стране в лучшую сторону. И патриарх, собственно, призвал к тому, чтобы подобные форумы проходили в регионах, в муниципалитетах. В регионе у нас уже прошли региональные рождественские образовательные чтения в этом году. И, соответственно, в Нижне-Тагильской епархии 11-го числа, в день, который следует после памяти иконы Божией Матери Знамени, поэтому называется Знаменские чтения, мы знаем, что такая икона у нас находится в Верхнем Тагиле, соберутся, ну, конечно, представители епархии, батюшки, преподаватели воскресных школ, миссионеры и даже такие сложные слова такое, катехизаторы. Там, может быть, расскажем о том, кто это. Мы пригласили руководителей муниципалитетов, заместителей, руководителей по вопросам по образованию, общественность, родителей, молодежь, с тем, чтобы поговорить, какие у нас есть проблемы, что у нас есть общего, и как мы можем наши усилия, как учреждения, как личности, совместить с тем, чтобы нашу жизнь сделать добрее, сделать ее, чтобы она была созидательной, неразрушительной. Ну, вот, недавний пример, то, что произошло в Керчи, это же не просто так произошло, это следствие того, что вот тот молодой человек, совершивший это преступление и преступление против своей жизни в том числе, он же не просто так появился, это же результат того, что вот человек был никому не нужен, он оказался во власти этих и там социальных сетей, и тех людей, которые ему к этому подвигнули, брошен, поэтому в нем выросла ненависть, и эта ненависть выпустилась таким образом. Вот что сделать, чтобы в душах, в сознании, в уме молодых людей росла не ненависть, а социальная ответственность, чтобы они, оставаясь свободными, могли ответственно созидать пространство и отношения с людьми вокруг себя. Как это сделать? Вот поверьте, что ни готового ответа нет, ни в системе образования, ни в системе правоохранительной. Очень много вопросов. Это вопросы, которые стоит обсудить, и я надеюсь, что решения, возможные решения, пути решения, мы наметим, и в течение года будем по этим путям ходить. — Последнее. Кому стоит прийти, тех, кого вы не приглашали, кому стоит прийти, чтобы об этих проблемах говорить, искать пути решения? Те люди, которых эти вопросы беспокоят, которые задают вопрос, как нам общаться с молодежью, как нам общаться со своими детьми, порой родители не умеют общаться с детьми, каким образом привнести в систему, в систему образования, школьного, дошкольного, вузовского. Какие элементы можно привнести, для того, чтобы жизнь стала лучше? Вот если такие вопросы есть, то будем рады к ним прикоснуться на этом форуме. — Спасибо большое, Владыки, за то, что пришли и ответили на все вопросы. Напоминаю, что сегодняшним гостем программы «Факты в лицах» был и епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. Программу вел Виктор Зайцев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин